Молоко Собирает на себя споры и тоже расползается и разносит. Видите, есть сколько? И все они живут в этом слое. Он, не знаю, сахарный, ни разу не пробовал. Вот они, сколько. Видите? Вот. Споры созреют. Эти жучки разбегутся по всей тайге и разнесут споры масленкой. Ну, споры вы видите, уже открыты молочковый такси. Они обитают именно вот в этом слое масленка, видите? То есть масленок, он влажный, 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 влажный. Вот. Это, очевидно, тоже симбиозники какие-то, их много достаточно. Но факт того, что когда спора созреет, она нацепляется вот эта мушка и побежит в другие места леса и потом где-то эта спора будет прорастать. Видите? Еще один симбиозник. Этот симбиозник питается, ему, видно, нравится находиться в том, что в этом молочке на шляпке масленка. Давайте еще попробуем приблизить. Плача из медикой ситохечка, утром хищários и ящипами ситохечка, которые выкают вовремя, длинная орша и ящип, длинная орша и ящип, литру др. В это же время ситохечки и литру др. Ситохечки ситохечки, а также ситохечки и стр. Ситохечки, до стр. , что такое, выделенное. Пора еще закрыты, когда с порой созреют, с порой откроются, туда смогут симбиозники, мушки проникать. Слизи сείки чечет беленькая, но она на ведрах остается на завтра, так что, сразу приходите ведр мойте, иначе Смазка на головке помогает раздвинуть подстилку сосновых иголок. Видите, у него есть юбочка, ножка более толстая, если вы можете сравнить с другими, сравниваем два типа маслёнка. Видите, с юбочкой, у него есть юбочка, а у этого маслёнка нет. Эти растут около самого дерева, эти растут около сосенки. Мне вот такие больше нравятся собирать, от них в ведре прибавляется, а от этих берёшь, берёшь, как ягод, не прибавляется. А вот эти грибницы вытянули, а вот этот не выкинули. Вот, пожалуйста, вот такая красота. Видите, подберёзовичка? Длинноногий, красивый подберёзовичка. Красавцы и дальше пошли. Вот так вот. И тут они. И дядька-то, большой дядька. Так, вот так. Вот, вот так вот, вот так вот. Скандалка-то, маленькая, правильная грибница, белый. Важная грибница, вот эти грибницы, натискалит, белый, 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 белый. И замедленный, но вырубленный, что это бросает, что это они как он убегает. Ох как красотища. Просто само совершенство, загляденье просто. Вот видите, вот этих грибниц уже не тянет. Она сколько тут сидит? Вот посчитайте, сколько штук. Слися с нуля чечет вот эта беленькая. Но она на ведрах остается на завтра. вещества. Так что сразу приходите и ведре мойте, иначе потом долго будете отскребать от этого. А самое такое, что ни на есть, идеальное, совершенное. То-то вы маленьких соберёте, а потом будете собирать вот такие большие. Вот эти самые то, вот такой размерчик. Где-то получается сантиметра 3 они. Вон какие как раз наш размерчик. Это сколько? Ну вот три ногти получат. Само совершенство, идеал. Когда вылазит, он очень сопливый. А постепенно, чем больше он становится, у него становится меньше вот этой влаги. Видите, у меня все руки влажные. Раскуки влажные и маленькие собираем. А потом вот видите, вот такой. Вот такой масленок уже и надо собирать. Видите, когда он уже не сопливный. Валерий Нурн. Валерий Нурн. Валерий Нурн. На поливе. А также, если он не сопливный. Изданnen Альбомы — это зимний. полученном п言арном таком. Выбор ее, которые можно послушать зимой, но она является очень широким пиамидом . Маслунок, пьяных жирных жирных деревьев, ясно-минтакс, Покрывается нарушим маленько его, почему-то природа отдала ему покрывало, вот это юбочку, не знаю почему, но вот такое он. Третье ведро, как и так далее. Она не наблюдает. Они же используются в пищеварии и ониверситетях с А это, смотрите, еще они, эти, со шляпочкой, у них есть юбочка, крокота. Продолжение следует... Это очень вкусно. Возвращаем кусты и идем в траве, деревца он такой. Не знаю, как это растение называется, венок или как AJU тройт Yahua, пускай есть сладостной мастер-colored bornodomar. С Ballumax. Берем, stom, чтобы гриbbe потерпел сварquz. Сознательная тарелка на аренду, равнодушный ломίνes соль. На две разными сольарами, одевая тарелка на кушать Если в травку зайти, то, пожалуйста, побольше будет вам размер вот такого на выбор, какие вам надо. Нужен вот такой, вот такой, вот такой, нужен вот такой маленький. Вот такая, вот такая, вот такая, вот такой пейзажик. Ладно, не будем как бы грибницу трогать, но тут вообще я тоже тут насеялась, вот такая вот чудеса, вот, пожалуйста, вот, вот, бери, не хочу, вот есть покрупнее, есть помельче, вот такой тип есть, ну вот такая чудеса, вот, 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 пожалуйста, на выбор, какие на ваш вкус и цвет. Ну и выбирать, какого диаметра вам нужно. Нужен ты 2 см, будете 2 см собирать, нужен 3 см, будете 3 см собирать, нужен 5 см, в травку зашли там, пособирали. Нужно опенку смазка, чтобы поднимать вот эти иголочки, он, видите, как пробивается он, ну вот, и, конечно, симбиозников вот этих он еще на масло отстает, собирает жучков. Внутри, каком вентиляции, горячей и амортизированной И вот, я издаляю, я издаляю, вот я издаляю, вот я издаляю, как вы видите, если у меня издаляю? , в этой яндии, я говорю о том, что он, я не знаю, что я буду это делать. Поех Annette вы можете приобрать, что я просто Дальше слепы, в яйце, покрытие семейных лечений, с которой начались рецептиков от наставки. Сосна, а это лиственничные маслята. Давайте посмотрим, как они отличаются. Вот так они выглядят. Эти тоже у них есть этот. Если уберем ее, давайте еще одного слежим. Вот такие маленькие, это лиственничные. Вот такие они. Вот такого цвета, и тоже видите, с юпочкой. А там должен быть этот, четко должны рассмотреть это дело, чтобы трубчатый слой был. Видите, если надрежем, то вот трубчатый слой будет вот такой маленький. Эх, краситичка какая. Пролучатого выход такой. Заход в нашу нычку мы делаем именно с северной стороны. Заходим с северной стороны. Северной стороны. Вот посмотрите, как тут прохладно и ветром обдуваем. Это нарываем верх верхушек. Она вот тауга легко ломается. Верхушек наломали и выстилаем. Все вот это место вот так вот. Северной стороны. Ну все, вот так вот наши грибчики. И теперь высыпаем вот сюда. Вот так вот. Вот видите, как получилось. Вот таким ведром она стоит. Нам нужно это, чтобы она все не горела, а лежала вот так равномерно во все стороны. Так вот, чтобы было, было им прохладно. Если будут таким, то она не будет. Короче, это будет внутри гореть и току бессмысленно будет. Ну вот. Ну вот так. Слой должен быть равномерный, не больше такого, чтобы они не загорели у вас. Заметьте, с северной стороны следующее ведро на этот смартфон. Слой будет толстым, может загореться. Высыпаем, вот так вот, вот так вот, тоже разравниваем. Ну вот всё, в принципе день она у вас так может простоять. Если бы ручей был, отнесли бы к ручью, там бы где влажная почва рядом, туда бы поближе, потому что там влага испаряется, и тело, из которого испаряется влага, имеет пониженную температуру к атмосфере. Вот если вода будет испаряться из ведра, то у нас она будет понижена температура. Воздух будет, например, 15, а там будет вообще 8 градусов. Ну вот, вот такие нычки. Всё это делается при условии, если, конечно, вы уверены, что и будет дождя. Разово и чётко знаете, когда вы будете грибы собирать и уносить. Смотрим лиственницу, стандарт, видите, одного возраста, а эти вон ещё одну третью зажигалки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова